Украина дает надежду России, что она может вылезти из того, мягко назовем литературно, тупика, в который ее нынешнее руководство загнало. Если у нас получится, то это будет первый пример, когда постсоветское государство, не прибалтийское, вышло на нормальный. Были какие-то надежды, связанные с Молдовой, но там, по-моему, все гораздо сложнее. Поэтому мы, наверное, будем первые. В Грузии свой калинкорг мы тоже видим. И в конце концов удельный вес, культурный вес, экономический, географический вес Украины таков, что если у нас получится, то значит и у них может получиться. И для многих людей в России это очень важный момент. Я вот буквально перед сегодня утром встретил опрос Левадо-центра. Где-то точно 34, по-моему, процента россиян считают, что Россия это европейская страна. 34. И 56 или 57, я уже могу ошибиться, там в одной цифре, считают, что не европейская страна. Окей, там можно анализировать, почему это произошло. В конце концов, в России действительно много и татары, и так далее, и так далее. Они, может, имеют больше оснований считать себя не европейские. Не знаю, мне сложно судить, что за этой цифрой. Но я себе просто представляю, каково тем 30 с чем-то процентов, которые считают, что они европейская страна, и при этом знать, что большинство так не считает. Ну, должно быть какие-то надежды. Потому что, когда говорят о европейскости, это ведь не географическое понятие. Это понятие вектора движения. Ну, или стандартов даже. Стандартов, и так далее. Это вот за все хорошее. Потому что в каком-то смысле и современный Китай, и современная Япония, они привлекают тем, что они более западные, чем порой сам Запад. Потому что даже Япония, какие-то сумасшедшие совершенно технологии, это все, в каком они веке уже живут, вообще непонятно. Если брать отдельный аспект. Да, это Восток, но он привлекательный именно тем, что он обогнал Запад в ее западности. Вот в этом смысле. Вот, поэтому обрезать какие-то связи, ну, во-первых, а, они все равно не обрежутся, можно об этом сколько угодно говорить, там, про стену, про крокодилов, которые там выпали. Это все чепуха, это все глупости, это, понятно же, какие-то риторические фразы. А с другой стороны, ну, там действительно огромное количество очень умных толков. У меня с рядом из них вообще нет никаких, ну, вообще ничего не возникает. Самые близкие люди, которые только могут быть, да, они сейчас там в Питере, допустим, или в Москве. Никаких, ну, вообще ничего, никаких флажков даже не возникает. Почему я с ними должен рвать или их там в чем-то там укорять? Глупости. Нормально вообще-то. Вот. И мы должны подпитываться в том числе и их какими-то там мыслями, идеями и так далее. Тем более, что ведь в России, что мы сейчас видим в России. Россия сейчас ведет жестокую войну, такую, ну, я сейчас говорю, Россия борющаяся. Она есть, да, она ведет борьбу со совком, который, извините, у нас тоже ведь никуда не делся. И часто их урок борьбы гораздо в более жестких каких-то условиях, таких невыносимых, да, он и нам вполне применим. Да, не весь российский опыт, нынешний даже российский опыт нам не важен. Еще как важен. Вот в конце концов, вот мы говорили о пропаганде. Должна у нас быть такая пропаганда, как у них? И мы понимаем, о, нет, не должна быть такая, да. То есть мы уже отрефлексировали, они есть, и это позволяет нам рефлексировать, какие мы не хотим быть. Да, Украина не Россия, у нас постоянно есть вот эта стенка, от которой мы отталкиваемся, и за это им спасибо. Хотя, я еще раз говорю, мне жалко тех людей, которые оказались вот в это время там, и, в общем-то, многие из них, ну, понимают, что, ну, наверное, на их веку уже сильно лучше не будет. Вот, и вот это вот взаимодействие с нормальными русскими, порой даже несмотря на какие-то, ну, иногда можно быть снисходительными, да. Вот мы за что их порой не любим? За снисходительность. Ну, извините, мы получили возможность тоже быть снисходительными к ним. И они поэтому, кстати, тоже дергаются, да. Вы там все, вот как Кох написал, да вот вы там такие вот герои, там, украинцы, а вот Крым-то отдали и не почухались. Ну, как бы, ну, обидно это слышать, но в чем-то он там прав. Хотя и не прав тоже, потому что мы там понимаем все эти тонкости. Вот, то есть прерывать какой-то диалог с Россией нельзя ни в коем случае. Вот такой Россией. И здесь есть еще один момент, ну, я вот это скажу, и можно будет идти, наверное, к другому какому-нибудь вопросу, но мне это кажется очень важным. Ведь мы играем в самую настоящую подрывную роль. Ведь почему Путин так дернулся с этим Майданом, с этим всем, с каким-то даже, каким-то совершенно, в исполнении Януковича совершенно таким нереализуемым путем там в Европу с этой ассоциацией. Ну, Господи, была бы эта ассоциация, ну, имитировали бы они это, ничего страшного, он дернулся. Потому что Украина играет роль вот этой мины под вот такой Россией. И зачем нам самим перерезать этот Бигфордов шнур? Да, нам надо быть этой миной. И все наши отношения с Россией, они работают как коррозия, они разъедают тот режим. Мы работаем как кислота, вот то, что мы есть. А еще ступая в контакты с ними, это очень здорово. Мы убиваем путинский режим. Ведь мы от него страдаем. Почему мы должны, так сказать, продлять его жизнь, прерывая контакты с какими-то людьми там, если мы понимаем, что эти контакты позволяют уничтожить этот режим раньше и тем самым хоть немного обезопасить нас с Востока, наконец, может быть, когда-нибудь. Хотя, безусловно, есть люди, которые считают, что так не произойдет никогда. Я не верю. Я в этом смысле исторический оптимист. Продолжение следует...